Сегодня 2 октября одному из основателей спортивного движения в Ненецком округе, известному спортсмену и тренеру Ивану Иосифовичу Чупрову исполнилось бы 90 лет. Всю свою жизнь он посвятил развитию физической культуры и спорта в регионе, привлекал к здоровому образу жизни молодежь, организовывал походы, соревнования по шахматам и командным видам спорта, лыжным гонкам и стрельбе. Своими воспоминаниями об Иване Иосифовиче с нашей съемочной группой поделилась его младшая сестра Елена Раух. Елена Иосифовна Раух показывает свой семейный фотоархив. Черно-белые снимки хранят воспоминания о дорогих ей людях. Один из них – старший брат Иван. Здесь он еще совсем маленький, взъерошенный и серьезный. На снимках постарше, с обворожительной улыбкой и спортивной фигурой. Иван, когда вернулся из армии, он решил себя посвятить действительно развитию физкультуры и спорта, чтобы не к спирту тянулись, а к спорту. Ездил по всему округу с леневодами. Во время поездок по округу Иван Чупров понял, какие национальные виды спорта можно и нужно развивать в регионе и привлекать к этому коренное население. Прокопьев, наш сосед был, он физкультуру вел в школе-интернате. Они с ним подружились и совместно разработали эту программу национальных видах спорта. Это прыжки через нарты, бросание тенцея, топорика. Молодой энтузиаст вызвал у местной молодежи большой интерес к спорту и понял, в этом направлении необходимо двигаться дальше. Поступил в институт физкультуры имени Лесговта на заочное отделение. Устроился на работу в школу номер один. Молодой учитель вовлекал своих воспитанников в различные виды спорта – волейбол, баскетбол, лёгкую атлетику, гимнастику, шахматы и лыжный спорт. Ученики, которые действительно интерес имели к спорту, они были настолько признательны к Ивану, девчонки просто были влюблены в него. Своим учителем Иваном Иосифовичем гордятся не только его ученики, но и первая школа. Хранительница музея Татьяна Балмасова с удовольствием показывает фотографии, в том числе сделанные лично Иваном Чупровым во время уроков, соревнований и походов. Развитию спорта и туризма в школьном музее посвящен отдельный стенд. Часть фотографий и личных вещей Ивана Иосифовича хранятся и в Нинецком краеведческом музее. Здесь представлены лыжные ботинки, прибор для измерения точности стрельбы, ракетка, шахматы и шахматные часы. Это вещи, которые принадлежали Ивану Иосифовичу. Здесь же представлены значки за участие в спортивном празднике «Северное сияние», инициатором и организатором которого является Иван Чупров. Перед открытием «Северное сияние» на празднике, он как-то вот именно людей, как бы всех, что вы не сидите дома, давайте, давайте сообща что-то, значит, общее для радости, для души. Ведь когда еще не было телевидения, вот это все. И вот такая у него вся жизнь была. В свое время Иван Иосифович возглавлял окружной комитет по физкультуре и спорту. Работал военруком в зооветехникуме. Энергичный, активный и очень общительный. Он посвятил себя спорту. Казалось, он мог и готов был свернуть горы. Но в какой-то момент для него рухнул мир. Жалко, очень жалко брата, конечно. Он мало пожил. Ему было полных 68 лет в 96-м году. Но у него пошел от стрессов. Когда началась пристройка, он никак не мог понять, как это так. В общем-то, все вроде бы нормально было, да. И он, ну, в смысле, нормально было у него в жизни, он работал. А тут бац, его сократили, не стало работы. 22 марта 1996 года Иван Чупров ушел из жизни. Для своих родных и близких, учеников и последователей. Он навсегда останется в памяти улыбчивым, жизнерадостным, активным и обаятельным человеком. Очень общительным и целеустремленным. В памяти заслугах и достижениях Ивана Иосифовича на детско-юношеском центре «Лидер» установлена мемориальная доска. А спортивный праздник «Северное сияние» носит его имя. Ирина Ежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».